Всем привет! Давно хотел снять ролик о новом способе восстановления жестких дисков. Связано восстановление, конечно же, с проблемами это синий экран, цоканье головок и так далее. То есть жесткий диск плохо определяется, либо вообще перестал определяться. Первым делом, прежде чем форматировать, ни в коем случае нельзя форматировать и много других проверок делать. Сразу выключаем, сразу берем отвертку, берем отвертку, непосредственно нужную нам, для того, чтобы вскрыть, так скажем, жесткий диск. Вот у меня есть наборчик. Итак, что нам понадобится для восстановления? Во-первых, жесткая кисточка. Любую кисточку можно обрезать, тем самым превратить ее в жесткую. И самый важный компонент, это вот такой вот, называется это раствор для чистки серебра. То есть раствор нужен нам для чистки серебра. Продается он, например, в церковных маленьких магазинчиках и так далее. То есть, либо можно поискать другой очиститель для серебра. Классная вещь, вонючая, конечно же, но работает. Сейчас я вам это продемонстрирую. Так, открываем. Берем нашего пациента, вот она платка такая грязненькая, да. Берем, макаем кисточку и начинаем развозюкивать по всей плате. И на наших глазах плата становится светленькая. Смотрите, все оттирает, все отмывает. Можно немножко замочить, так скажем, подождать, и потом еще легче будет стираться. Итак, пока здесь у нас разъедает, заходим с этой стороны платы. Главное, сильно не давить кисточку, чтобы не повредить контакты чипов, памяти и так далее. Сам жесткий диск не трогаем, не чистим, ничто здесь не чистим. А плату промываем под водой. И после этого, сейчас я промою, я вам покажу, что нужно дальше сделать. Итак, после того, как мы промыли. Кстати, лучше мыть в теплой воде, лучше вода уходит. Потом протираем салфеточками. Вот, видим, все контакты у нас как новые. Плата вообще как новая. Это реставрация, так скажем, на 5 баллов. И с обратной стороны видим то же самое. Плата нульная. Никаких черных точек, серых точек, ничего нет. Причем, это легче, чем наждачкой ковырять и так далее, резинками и так далее. И надежнее. Потому что, если вы ковыряете резинкой, то есть жирные следы могут привести опять же-таки к неконтакту. И потом сложнее будет восстановить. Итак, потом берем любой фен у мамы, у жены, либо строительный фен. Строительный фен на расстоянии, чтобы плату не поплавить. И прогреваем плату, просто чтобы остатки воды испарились. С обоих сторон. Давно хотел этот ролик снять. Все времени не было. Самое главное не переусердствовать. После чего делаем следующую процедуру. Нужно отцентровать плату, чтобы она была по центру. Шевелим ее, она села. И после этого производим затяжку. Затяжку производим снизу. Потом со стороны разъема, вот этого широкого. И дополнительно стягиваем. Потом немножко проверяем подтяжку. И винт готов к дальнейшей работе. Скорость чтения повысится. Ошибки станут меньше. И надежно будет дальше вам верой и правдой служить. На этом все. Если вам интересно, как защитить вот эту плату от того, чтобы она меньше окислялась. Пишите в комментариях. Соответственно, я подобный ролик сниму. Он еще короче и еще проще. На этом я прощаюсь с вами. Всем удачи. Всем пока.